И явно они много усилий приложили, чтобы не просто это было их пиком, а достойным пиком, за счет которого они могут цепляться в подобных матчах. И кто знает, кто знает, может быть это и станет тем самым камнем преткновения. Для плеерс? Да. Ну давайте смотреть. Удачи командам, вам приятного просмотра. Плеерс Астралис прямо сейчас, Best of 3. Не забывайте про параллельные матчи, там на вылет уже совсем скоро стартуют Сангал АСГ. Друзья, вот такой матчап интересный у нас на втором стриме. Ну и трансляция на украинском языке, KSGOMC подчеркивание UA работает, заходите, ставьте follow. Ты посмотри, Федя, что за пистолетный раунд просто, вот это их карта. Три пака гранат, уже отправили молотов, карман, дымокно, ну и что, куда оставшиеся гранатки полетели? На Апленд, закрывается Хеллпад, дымфиг услышал. Смотри, какая пистолеточка, я такого еще не видел на этой карте. Так, ну поехали, Аксель, Широ, ну идея хорошая, но там некоторые игроки не сильно настроены дать ее воплотить в жизнь. Ну и последний конфиг уже, здесь что-то по Широ. Ну три хп, три хп, все мы понимаем, здесь уже не получится сделать эйс. Аксель ставит точку в раунде. Неплохо залетели в центр, запустили люркера, и вроде бы вот уже на пороге базы А оказались Астралис, но пара троточных выстрелов хоронит их шансы. Конфиг у нас на экранах, ну тут ничего не поделаешь, и он свою миссию выполнил. Да, очень-очень интересный раунд был, я же говорю, какой его еще пистолетного я не видел. Заготовки на мажор все-таки. Да, да, но видишь, какой бы план не был, скрупулезный, продуманный, ЛКМы по головам все портят. Экономически уже в комнату забежали, тут Интерс в паре с Нафани. Отыгрывает с фамганчиком, с фамасиком, не должно быть каких-то особых проблем. Ну вот, все-таки это фейк, если посмотреть на радар, мы-то видим, где бомба. Бомба-то под А. Как, правда, стянуть сюда Акселя пока еще не придумали Астралис. Зипникс пошел чекать поджимы центра карты. Ну, раунд с глаками, без арморов, без гранат, такой холодненький раунд от Астралис. Сейчас акцентировано внимание на бомбе, но тут уже и на фейк это не похоже. Ну, да, похоже на то, что заняли зоны, контактов особо там не искали дальше. Разворотик, но разворотик здесь должен приниматься на такой дистанции с сайленсерами более чем... Опа, миссия выполнена, миссия выполнена! Не-не-не, не успел, не успел. Но близко, но близко. Антешечка. Хоббит, Хоббит на ваших экранах. Недавно видел, где? Вроде у Сани Петрика статистику с рейтингом возрастных игроков на дистанции. И вот то, что он падает сам по себе с возрастом, но есть исключения из правил. И вот Хоббит это одно из таких исключений. Рейтинг сохраняется получается. Нет, у него он скакнул вверх. Даже улучшается. С возрастом улучшился, да. Это связано, наверное, с периодом... С тем, что он вино, которое настоял. Вообще, да. И с возрастом. Что такое? Казахское. Знаменитое казахское вино. Пил такое? Ну да. На заводе, на Дреном, после победы на Мажоре, который он пил. Да-да-да. Тот самый завод Кумыса. Все мы помним, все пробовали. Он фиг. Дефолтик. Дефолтик от Астралис. 3-2. Начинает счет с B. Пережидают возможную агрессию. Выпады от защиты. И уже потихонечку начинают отжимать зоны. На центре, под комнатой. Молотовы полетели. Хоббит. Полетел смок в окно. Будет хаешечка в ответ. Ну пошел, пошел. Шахматный КС. Аккуратненько. Супер. Экономят гранаты, конечно. Тут Плэрс. Астралис в центре. Опа. Перестрелян. Дуэль-то конфига Акселя начинается. Конфиг. Но справа что-то зачекал. Немножко не хватило. Пулечки буквально по Хоббиту. 4 в 4. Хоббит уходит, уходит. Все-таки накатый респаун. Интересно. Времени супермало. Бомба вообще под Б находится. При этом Астралис, как мы видим, ближе к базе А все-таки стоят основным костяком. Фарлик поднес бомбу через респаун. Это странно. Времени мало. Но 20 секунд он только с респау выходит. Времени может не хватить, но забирает Хоббита. Но Широ, Широ, Широ. Он здесь может вообще не пропустить. Да, не выпустить бомбу. Широ падает. Забирает Глэйва. Широ, Широ. 8-7 секунд. Бомбу надо ставить. 4-3 секунды. Он не успеет. Все, все, все. Он не успеет. А где Широ? А он все еще здесь. И после времени давай к Сипикса на страйфе. Нет, на максимум отыгрывает здесь. Дмитрий. Четко. 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 Как-то изменили, что ли, план на раунд Астралис? Ну, они от фрагов и там от ситуации по карте, что происходило, доигрывали просто, ну, чтобы мало времени было. Не ожидали вот такой вот отыгрыш от Широ в храме. То есть не доглядели. Хотели на 10-й секунде выскочить на Айп, поставить бомбу. Не, ну, решение-то неплохое было, по сути. Ну, просто вот деталечка одна такая. Как снайпер защиты. Как снайпер защиты. Такая незащитная деталечка. Не позволила успеху здесь случиться. Хороший старт в защите. На пике. Датчан. Напряглись наши эксперты в лайфстудии. Да? Поставили на Астралис на Эншенте. Итоговый счет там все-таки различался. Сошлись на трех картах. Ну, кто-то больше верит в плейерство, а то в Астралис. Единодушие было разве что по вопросу Эншента. Здесь мы видим. Ну, да, конфиг дает какие-то фраги, но что-то как-то все со скрипом, со скрипом пока. А ты в кого сам веришь, Федор? Да я бы тоже поставил на Астралис уже, как бы, но по игре-то... Что-то стрёмно, да? Да. Ну, залетает. Вот первый хэдшот. Может быть, и первый раунд удастся выиграть. Ой, ну это будет очень неприятно для плеерс. Лишь 2К47. Три пистолета в окне. Находится тем временем. Глейб, который Энтри это и оформил. И можно от него, да, вот контактиком рампу. Потом он на люльке разоходит, бочинку разваливает. Хорошо, хорошо тут по карте двигаются и действуют сейчас Астралис от того, что имеют. Он фиг, что он начекает, распикает Интерса. Какой тайминг! И конфиг на всю руку открывается, он не забирает. Размен! Затушить! Все еще живет! Все еще живет! Меняй позицию, уходит. Тут его никто не напрягает с другой стороны. Аксель! Фраг, бомба! 13 секунд! Широ! Бомба выпала. И снова Широ! Ну, попытки, попытки какие-то есть. Фраги вроде бы находят. Эй, проснись! Есть, есть. Серег, ты че? Заработался. На работе. О, заработался на работе. Хорошо. Как больная боль. Больная боль. Широ! Отлично себя чувствует. И в прошлом и в этом раунде отмечаем снайпера команды Плеерс. 5-1 его статистика. 5-1 статистика Акселя. Ну, Астралис так. 0-1. Какие-то фраги были. Энтри был. План на раунд был. Но что-то выходит на точку умирает. Ну, пока только один ганраунд был. Прошлый неплохо реализовывали энтри. Не повезло в концовке. Посмотрим сейчас. Тут у нас определенное событие под Кеевом происходит. Откидывает еще один самочек. Интерс. Ну, еще один медленный раунд. И где-то, наверное, будут менять темп Астралис. Это ползание по карте. Все еще не работает. И вот она, последняя возможность что-то взять. Взять на медленных таймингах Аксель. А тут трое! Тут трое! Почти дабл. 9 хп конфи, кстати. Одного из лидеров. Навел до красна тут Аксель. Готовили плотную раскидку Астралис. Но на контр-выпаде в средних таймингах плеерс. Их немного опередили. Ее-е-е, Кзипикс Мак-10 контролит. Ну, замечает. Пока что выживает. И приходит Фарлик. Но не попадает. Кзипикс. Все, законтролили агрессию. От защиты можно заходить. Но Дмитрий Соколов, как обычно, может стать проблемой и бедой в концовке раунда. Так, ну что, Широ? Какие проблемы вообще, говорит Кзипикс. Нет проблем. Нет снайпера, нет проблем. Астралис выигрывают раунд. Все-таки не оправдалась та самая агрессия на Мак-10. Причем они уже видели Зипникса и хотели. Думали все-таки формилочку вдвоем там распикать. Но Фарлик из ВВП подсаппортил. Старине Зипниксу первый раунд есть. Не сказать, что прям четко по плану Астралис. Где-то наказали за поджим. Плеерс. Хоббит очень старается. 8-2 его статистика. Калаш заработал. Два фрага сделал. Ну, на сейф. Абай здесь, в принципе, рассчитывать более чем уже может. После этой перестрелки еще выигран очередной. 4-1. Размочили. Размочили Астралис потихонечку. Пока что этого мало. Мы прекрасно понимаем, что на Эншенте. Ну, хотя бы четверочку. А там уже можно как-то и косуху поиграть после смены сторон. Ну, пауза у нас, судя по всему, на сервере. Пока что повтор. Та самая стартовая дуэль. Ну, и, конечно, момент на рампе. Причем Фарлик промахнулся. И Интерс как-то вообще, да, остался на месте, на уверенном. Так был убежден, что снайпер... Ну, не то, что, может, снайпер не справится, а то, что Интерс его вырубит строгими хэдшотами. Но нет. Фарлик был довольно-таки быстр в этом эпизоде. На экранах Интерса. 4-1. Пауза заканчивается. И последний закуп должен быть для плеерс. Конечно, сейчас хороший шанс. Быстренько наверстать упущенное. Догнать по раундам. И вот 3-4 в атаке. Сразу же набрать для Астралис. Что мы видим? Без АВП, МПХ, сейвленный калаш. И Хоббит. Ну, что-то тут прям... Прется сегодня Хоббит? Да, очень-очень такой лаки. Ну, как лаки. Там, по-моему, дело, что так часто делают, нашивают. Важнейший, важнейший Энтер, безусловно. Приятный для конфига. Ну, и пока работа под беплентом. 2D, Глэйв вторым темпом отыгрывает на центре. Открытие с Хоббитом. Глэйв выигрывает. Перестрелку капитан. Важный момент. Аксель с МПХ. Будет ли пушить в терриспаун, пока непонятно. Поджался под стенку. Уходит. Уходит или не уходит Глэйв? А что Глэйв? Прочувствовал Глэйв в момент... Аксель услышал? Да, должен, должен был. Аксель. Походу, нет. Походу, не услышал. Может чекнуть лево? Может чекнуть? Ну, должен, должен, должен чекнуть. Все тут. Забирает Глэйва. В комнате очень важный файт, благо молотов есть у Шира. Ну, тут потихонечку атака захлебывается. Уже нужно распикивать там рампу. Такие какие-то процессы делать. Есть смочочек. Полетел. Открываются сами игроки Плеерс. Фарлик. Три в три. В прошлом раунде уже дооткрывались Плеерс. Сейчас, может быть, та же самая история. Убойная связочка Зипникс и Фарлик на рампе. Блэйм будет обходить с другой стороны, но там пока что смог. Еще раз пикают. Минус бомба. Хае на Блэйма. Фарлик погибает. Не ждал все-таки Широ. Все, Блэйм зажат. Да, четко. Четко доигрывают в данном эпизоде. Нафаня, пошел, пошел. Давай, давай. Есть, есть. Моралича. Выдерживают, выдерживают экономическое напряжение Плеерс. Очень непростая была ситуация для них. Ну и Аксель четко поджал. И, в принципе, вот какого-то удара нет. Вот готовят, готовят почву Астралис. Но именно момента выхода. Какого-то экзекьюта нет. Я на один момент подумал, что это комплекс сзади. Когда поднимали снизу вверх, тоже такой, ну типа, фактурный. Борода появляется. Я думаю, опа, а че он встал? Че ты встал там? Да что-то тренер начал ругать. Он говорит, ну сядь, сядь сам. Сядь сам, да. А я там сзади похожу, хулачки пораздаю. Недоволен Фарлик. Глейв у нас на экранах. Ну сложный, сложный старт. Не было бомбы. Закуп теки плюс арморы для Астралис. Я все жду какого-то быстрого темпа от них. На разменчик может выскочить куда-то. Ну Астралис не любит и любит быстрые темпы прям задавать на эншите. Любит от дефолта больше отыгрывать. Сипикс не щадит вообще ни своих, ни чужих. Размен в комнате, по сути, без участия игроков-плеерс. Ну 4 в 4. Так, попытка распикать Широм. Видит, ну он увидел бомбу. Они увидели авик. Зипикс подобрал калаш. И вновь окопные войны начинаются. По гранатам не так уж и много. Остается Астралис. Есть два дыма флешком. Дым направо, дым налево. Расстрел. Ой, как же хорошо. Зипикс тут и в комнате замечают на фане. Ну, в ответ фарлик уже не стоило так дальше настреливать. На фане один тут. Знают, что он здесь забрал. Забыли. Забыли. Не дочекают? Реально не дочекали. Смока глейд. Рампа падает. Да что такое, Астралис? 1-3. Для капитана на 109-м бомба более закрытой позиции. Для него тяжело такое. Раскрутить в свою пользу. Ну, бомба стояла. Деньги снова будут. Что? Ну, раунд это не дает. Но надежды какие-то. Очередной ганраунд имеется. Кстати, и лос-бонус. Там уже подряд два бая. Все, все, окей. Будет. Будет хорошее количество попыток. И экономических возможностей. Эти попытки реализовать для Астралис. Возможности пока что остаются возможностями. Наказали за поджим на рампе. И это был единственный раунд пока что выигранной командой Астралис. В остальном не получается. 11 на 3 Хоббит. 8-2 Аксель. Двойной КД Уширо. 6 на 3. Ну, и готовы к выходу на А. Обратите внимание. Раунд за раундом укрепляется на штанах. Плеер ждут этого фастраунда на А постоянно. Со стороны плеер это такое логичное решение. Чем могут еще здесь парировать Астралис. Обе. Этхаешечка неплохая. Минус 50 на двоих. Там Блэмэф в дым у нас находит. Аинтер за Фарлик. Забирает Акселя. Вот такие вот у нас. Энтри. При дефолте от Астралис. 5 в 3. Молотов по нафане. Так, Блэмэф. Слышит. Законтролил его. Широ забирает Глэйва. Но это 2 в 4. Минчество для плеер. Хоббит. Так. Могут не ожидать. Могут не ожидать. За бомбой побежал. Хоббит слышал отход. Знаю, что Широ был под базой. Конечно, Астралис. Оставляет конфига его контролить. Блэйв забирает бомбу. Возвращается. Еще один минус для плеер. За шансы будут. Но пока все очень хорошо. У атаки. Там нужно Хоббиту как-то раскрутиться на мультикилы какие-то. Мы видим, что Широ не собирается дергаться. По крайней мере, пока. По-хорошему чекнуть. Зипникс так уверенно смотрит под левый край. Ну, должны. Тут втроем. Даже если не чекнут в размен, без проблем. Тут и дымочек уже откинули. Да, все должно четко заканчиваться. Тут даже без фрага для Хоббита. Максимальный контроль ситуации. Широ делает экзит-фраг по конфигу. И уходит на сохранение ВПН. Что-то решил еще попикать подходы КТ. Зипникс аккуратненько действует. Не вышел. Или что? Он идет раунд выигрывать? Такого понятия. Ну, не сильно похоже на то. Вот такой сейв. Любопытный ближний сейв. Назовем это так. Второй в атаке. За счет двух эндри киллов в разных участках карты. Астралис выигрывает. Ну и вот. Очередной очень-очень ответственный раунд. Нужна серия два подряд, чтобы вывести плеерс на экономическую. Ой, там какие-то подарочные подписки залетели. Роман Зевул. Кто будет следить за чатом? А-а-а! На туре там деджи... Дед... Деджи... Кейтед. Деджикейтед. Ух. Деджикейтед справился. С поиском подарочных подписок. И, собственно говоря, я их подарил. Спасибо, спасибо. Плюс 10 человек могут общаться в чате прямо сейчас. Друзья, дарите друг другу подписки. Запускаете хайповоз. Получаете смайлики. Общаетесь в чате, друзья. Вон фланки Флейм также. Фланки. На футбол когда? Ждем ответ в чат. Или там смайлик мод? Непонятно. Вроде нет. Ладно, фарлик. Тут у нас 5Б. Запланирована вылазка от команды Астралис. Прям тусовка плотная. Застопили друг друга в дверях. Под раскидку будет выход. На пленте работает Нафаня. И комбинация пески. Разыгрывается плеерс. Два человека. В комнате. Нафаня. Отвернулся, повернулся. Все уже. Плент вышли. Какой тайминг для Нафани через деревях унашивают. Вот Интерза не сработала. Расстановочка. В комнате. Ну, на нее, собственно говоря, и не шли. Астралис меняют. Меняют свои действия. Из раза в раз хоббит. Я думал, тут будут пропускать. Как-то забирать плент. Потом этого второго переводиться. Туда-сюда. Но нет. Это раунд для Астралис. Вот так вот. На самом деле много. Чего в арсенале у них имеется. И от дефолта. От игры же также качественные. Меняют темпы. Тут уже какой-то повод для проблем. Но плеерс. Появляется. Появляется. И это не может не радовать. Потому что мы хотим все-таки посмотреть на зарубу. И коллективами. Все-таки за выход. На мейджор. На мейджор, друзья. Разыгрывается путевка в этой серии Best of 3. Напоминают карты. Сейчас наблюдаем выбор Астрали. Сеншин. Далее. Дос 2. От плеерс. Ну и на закуску оставили команды Инферно. Эксперты в лайв-студии ставили на три карты здесь. И нам, знаешь, к 25-м кадрам выявили статистику с матча Spirit. А там 16-6, друзья. Да. Там больно. Ну что, Spirit, получается, у нас падает. В корзину команды 1-2. Еще раз этот счет. На экранах. Играется. Играется с титровальной системой. Выводит. Прячет. Но мы успели заметить. Ну и прямо сейчас на вылет, на параллельной трансляции. ASG играют против Сангал. Вчера Сангал зажигали. Удивляли. Но сегодня оказались на грани вылета. ASG. Наверное, все-таки фаворит в этом матче. У них есть и опытные лан-ыгроки. Свят, Waterfalls. Все мы понимаем. Успели в свое время поиграть на крупных турнирах. Ну да. Ну и плюс там же все еще с тренером. Да, Сангал будут отыгрывать. Скорее всего. Ну да. Поэтому тут даже это одна из важнейших деталей. Так или иначе. Дефолт тут Астралис. Напоминаем. Засейвили у нас снайперскую винтовку Шира и Аксель. Эмочку. От этого отыгрывают. Кстати, угадываю. Тут плеерс. Два в бублике отыгрывает. Два непосредственно. Плантин А. Такой вот сетапчик. Ну. Судя по настроению игроков атаки, могут-то и нарваться здесь. Широ такой пиксель. Ну там да. Сложно. Сработал пиксель. Сюда хороший энтри. Фарли, конечно, тоже был с АВП. Но мы понимаем там. 9 из 10. Такой попадает Широ. Топает очень жестко. Причем. Ну как пришел, так и ушел. Антрикилл. Конфиг. Казался. Сюрпризом для Широ. Спидвыход на базу БМ. Тут один на Фаня. Попытка в тайминг выйти на рампу ни к чему не приводит. Но и остальные могут сейвить. Четвертый. За сторону атаки. Для Астралис. Долго. Включались. Но, возможно, очень быстро поедут. Ну, тут уже смотрится, да, просветы. И видно, за счет чего Астралис берут раунды. И так все, ну, медленно, четенько, с пониманием происходящего. Там нужно принятие, ну, хорошее принятие решений в нужной тайминге. Там экономика уже бустится. Ну, это редкость вообще. Когда мы в последний раз видели Эншит, где атака вот так вот четенько берет раунды, набирает экономику. Обычная история у нас какая была за эти дни? Ну, где-то там клатч какой-то. Зацепились, там что-то забежали, там, контактом или фаст на точку, разменчик уже сейвить, уходит защита. Такое. А вот, пожалуйста, Астралис, Астралис, пример вам отыгрыша карты Эншит. Ну, я же говорю, для меня вот Датчани, Копенгаген Флеймс, Астралис, вот эти вот команды очень приятные на этой карте. По крайней мере, по последним просмотренным матчам. Никакой-никакой дистанции. Ладно, 6-4, поехали. Тут уже фулл закуп от плеерс, будут они ломать. Эти все дефолты от Астралис. Занимается центром, мы видим, под коктейлемолотого Хоббита. Сбросили игроки атаки под базой Б. Парлик максимально быстро заходит прямо сейчас в Т-шку. Тут никого нет. Пикает дальше, не ждут АВК, скорее всего. Да, не ждали, не ждали АВП. Хороший-хороший тайминг. И на А сейчас выйду, то и здесь никого. Да, да, видели мы уже подобные плейстайлы. 2-3, когда два игрока распикивают у нас АПЛЕНТ. Наводят суету. Ну и, кстати, к этой суете тут не сильно плеерсты готовы. Тут все тайминги меня рассловили. Игроки Астралис. Ну и что? И дальше, и дальше идут. И разворот бомбы под А. А, ну, должно же рано или поздно понимание прийти, что… Да уже все, походу. Или там, походу, план на сейв. Непосредственно угадывают геймбли от сейчас плеерст. Удастся ли засейвить? Еще тут, конечно, большой вопрос. Супер, далеко прошел конфиг. Плейф там в храме. Ну, стоят, стоят, сейвят. Сейв 4 в 5. 40 секунд. Тут уже, ну, я думаю, на любом уровне понятно, что это А. Аксель так вышел, почекал. А там уже дым, там уже прострелы. Погибает в катере спауне Широ все-таки. А бомба-то не стоит. Времени много. Но дым скоро в почке? А, нет, есть еще дым. Обновить. Там, смотрите, где гранат еще. Ну да, да. Есть с чем доигрывать. На скиллухе Аксель пытается все-таки в соло выиграть. И бомба все еще не стоит. Да что происходит? На фане Аксель. Да ладно, это разве возможно было отдать? 7, 6 секунд. Аксель, вываливается. Нет, нет. Я уж думал. Ну ладно, еще Хоббит в клатч. Я здесь и он забирает Глэйва. И услышал Фарлига по-любому. По-любому слышал. Да, да, катит, катит. Знаю, что против Авика отыгрывает. Хоббит. Хоббит. Абай! Да ладно, не попал. Это же был сейв. Что это вообще за раунд? Раунд на мажор. Ой. Я не знаю, что что. Лучше не знаю. Стенку можно было построить из кирпичей на публике. Да там вообще просто позиции идеальные. Гранат. Куча. Почему первый игрок у Астрали ставил не на угол плента, а ставил так, чтобы Аксель мог его глубоко в пончике нашить не так, что знаешь, то есть, чтобы нашить порой нужно подойти ближе и залезть направо, чтобы уголочек. То есть, почему на уголку не ставили? Что это вообще от Астрали с доигровком? На КТ убили Ширу. Все же. Я вообще. Там 10 гранат у них оставалось. Так запулили, но это словами не передать. Подарок нашим экспертам в студии. Раунд на разбор. 100%. Посмотри, ну вот как. Здесь дым плохой, бомба. И забайщина. Ну, у Фарлика там, конечно, нервы уже, руки трусятся сложно. Против Хоббита-то разыграть. 14 на 5, Абай. Тлач раунд 1 на 1. Выигрывает. Ну, жестко. Жестко, конечно, выигрывает. Широ. Хорошая позиция на Фаня. Перекрестный огонь. Но тут должны и должны справляться плеерс. Очень-очень сильное принятие Б-планта. Но серия разменов. 3 в 2 большинство все еще присутствует у плеерс. Так, выпад от Интерса. Забирает его Глейв 2 в 2. Выползание из Мака не окупается. Продлевается дым. Мы видим под Широ. С другой стороны Молотов. Еще один Молотов. А тут можно пройти вроде бы. Или на Аут. Или бомба-то на Б остается. Чек медла просто от Глейва. Ну, походу 2 в 2. Глейв сейчас будет дергать Аплент. А Фарлик доигрывает, соответственно. А дергать Аплент это... Это выход на КТ. Вот так вот, да. Ну да, гранат нет. Тут не столько дергать, возможно, сколько будет проходить. Спину. Широ так уже посматривает. В том направлении. 50 секунд. Ой-ой-ой. А Кейв могут пойти выбивать? Нет. Нет, это свап-девайс. Это все через КТ-перетяжечка. Ну, Фарлик услышал, что Глейв до конца будет ждать контакты. Так вот придумали отыграть. Ну, на А уходит в 30 секунд. Начинается. Начинается. Видели мы уже этот раунд. Ну, будет. Будет контакт сейчас у Глейва. Глейв. И что, на Б назад? А Фарлик уже на центр. А куда ему бежать? На А все-таки пошел. Так, ну, 1-2 для Фарлика. После 1-1 против Хоббита. Ну, все. Спалился. Сейчас потушит и полетится. Опа. Выходит Широ из первой в голову. Бедолага, Фарлик. Неси бомбу. На, говорит ему Глейв. Ну, такие раунды от Астралис, конечно, неприятны. Сейчас должно быть парням. Ну, это подстава. Ну, то есть, Глейв на А, вроде как, надо туда идти. Инфы нет. Знаешь, можно понять, там, плюс-минус, что в голове было. То есть, видно было, что он искал контакт. Если бы он был, и пошли бы сразу плеерс прочекивать Аплент, то, скорее всего, бы забайтились на каких-то нервяках. Ну, возможно, да, скорее всего. И Фарлик бы там, Глейв бы мог просто жить, или там уходить уже на бэ через центр, через донат. И Фарлик бы он бы устанавливать на себя и играть. Ну, такие варианты разные были, но в итоге сюр какой-то происходит. Все эти варианты где-то в голове у Глейва остались. Да, по факту, два максимально необычных раунда мы с вами посмотрели. 8-4, флешечка. Успел конфиг заметить, но его закрывают. Не то, что даже и не идет, но переигрывают конфига. Ту самую звездочку Астралия, за счет которого очень часто раунды выигрывают. Да, Хоббит вообще на центре карты из эпизода в эпизод в основном переигрывает. И на доигровках очень хорошо отрабатывает для своей команды. Пока что центр карты, ну, по большому счету, за Хоббитом. Только если медленно какая-то игра, перезанятие под гранатки, тогда, конечно же, не особо там дерутся за этот центр. Пока так. Энтри, энтри для плеерс. Очень хорошо все складывается. Ну, один дым на этот выход остается. Такой очень туманный раунд для Астралис. Попытка сыграть на стрельбу для Глейва. Аксель, ну, вот, может, замечает, но не наводит на голову. Зацепился, зацепился Глейв, Хоббит. Как пришло, так и ушло. Не попал. Ой-ой-ой, Хоббит, Хоббит просто ест. На центре еще давай-авай. Нет, красного Глейва оставляет. Вообще был бы развалыч в исполнении Хоббита. Но пока 2 в 3. Сейчас Интерза убьют. 2 в 2. При этом уже на базе есть игрок. Широ пытается выйти на прочек. Занимает. Ну, сейчас бомбу, наверное, убьет. Стали дым. А это флешка. Ну, Хоббит должен... Ой, Широ должен понимать, что, по идее, оба слева. То есть, да, у него даже особо нету фокуса на право. Он либо... Ну, все, теперь точно есть информация и понимание. Но какая строгая позиция у Экзипикса? И это раунд для Астралис. В меньшинстве. Ну, разобрались, разобрались. Глейв Акселя подловил в центре. Даже несмотря на невероятные усилия Хоббита, все-таки разменялись. Ну, вот Интерзу нельзя было умирать в центре. Ну, да, да. Не ожидал. Не ожидал. Еще с девятки. Еще с бомбой. Кзипикса. Ну, в целом, что? Раунд 2 в 4, по сути. Ну, как 2 в 4? Тут все-таки Хоббит в экшене, в размене. Красного ставил Глейва. Ну, Хоббит очень много работы сделал, а мы это не доиграли здесь. Это хорошая возможность для Астралис выйти на очень приятный счет на карте Эншин. Экономически. Попытка, попытка сыграть. Ты выпрыгивает на конфига, но нет. Калаш тут поплотнее Глейва Аркадия, но девайсы здесь не прощают. Да, да, да. Все-таки экономический. На фоне последний. Опа! Еще один выпрыг. И 5 в 0 раунд. Шестой за сторону атаки. Как бы тяжело не шла половина. Супер долгий старт. А разве тяжело? Ну, начало. Ну, старт. Окей, старт. По сути, ганраунд. По сути, ганраунд. А потом все пошло, поехало. Но это уже запутать. То есть у них все получалось. Но в доигровке запулили. То есть, ну, в целом-то им дают. Дают такие ситуации создавать. Это еще раз говорю. Пример того, насколько хорошая карта Энши, то Астралис. То есть, знаешь, мы много сутримачек, где люди даже не доходят до таких ситуаций. Астралис хотя бы доходит. Но потом запулили. Пока что на центре у нас тут. Нашли все-таки. Справились с Хоббитом, с которым было очень тяжело справиться. Блэйм Эф просто на скейте врывается. Интерс хотел прикинуться игроком Астралис. Типа, я с вами сейчас миддлрид пикаем. Нет, Блэйма не проведешь. Аксель. Есть еще шансики. Шансики есть. Попадает. Все-таки Авик прострелом. Два в три. Меньшинство для плеерс. Бомба уходит на базу Б. Так, так, так. Тайминг вроде бы как хороший. Широ все еще развернулся. Нет, Широ может на Б сейчас уйти. Ну, Глэйм там своим тюмейтом максимально маячит, что куда. Тем временем забирает на Фаню. Один в три для Дмитрия Соколова. Подходит, подходит. Вот рампул. Ну, Широ пока просто стоит. Ожидает. Какие-то заходов, звуков, информации сам пока не двигается. Но скоро, скоро, скоро вся информация будет. У него позиция так себе. Информация-то будет. А что с этой информацией делать? Пошел еще спину. Чек. Ставится бомба, слышит. Ну, тут дым. А, тут дым, да. Ну, это уже... Утяжеляет. Возможно, клатч для него. Что, он дальше ждет людей, заходящих в спину. Ну, Глэйва. Глэйва дожидается. Ждет, пока дым пройдет. Да, не-не-не-не, ну, тут куда? Один в три, выходите с мака. На тебе еще один. Да. Тут тяжело. Будет уже врываться. Чтобы не тянуть. Седьмой за Астралис. На своем пике. На карте Эншин. Честно говоря, браво. Но могло быть и больше. Да, могло быть еще больше. Чтобы не Хоббит, по сути, там, эпизода Мишира и не пул, и не запулили нереально Астралис, ну, по крайней мере, полтора раунда. Ладно, там, два клатч, это такое, рабочие. Ну, раунд нам явно неприятный был. Повторуем последнего раунда у нас на экранах. 8-7. Напоминаем, что это уже Best of 3 матчи. На этом РМРе Best of 1 уже не будет, друзья. Матчи на вылет, матчи за выход на мажор. Все в формате Best of 3. Также не забывайте, что Майнкасса совместно с сервисом Донателло собирает деньги на бронежилеты для вооруженных сил Украины. Нажимайте на первый баннер в описании трансляции и без комиссии закидывайте ваши донаты. Так, пистолетный раунд от Плеерс. Гранаты в руках Интерза. А где он вообще находится? Он на центре, на центре. Есть у нас Крайки, которые контролят прожимы. Ну и Троица работает на миду. Аксель. Слышал, слышал. Да, да, да. Конфиг. Давят, давят Аплент. Аксель забирает первого. Пытается вырваться Широ из Бублика в виде двоих. А где же хедшоты от Астралис, когда они так нужны? Вот он, вот он. А бомба выпала? Нет. Ну, Широ. Бомба разворачивается. Вообще что-то интересное у Плеерс придумают. Да, они могут развернуться от Нафани. Аксель тем временем дает фраг. Живет. Широ забирает к Зипикса. Ну и БлМФ последний. Что, зачекал его Аксель? Нет, пока еще нет. Ну, интересный такой полутайминг. Полуразворот. Сделали Астралис. Сделали Плеерс. Астралис к этому не до конца были готовы. Может, сейчас. Так, фантомные хедшоты. Ну, вот он один в один. Остался примерно, если бы убил левого правого. О! Маловат. Маловат. Это было для БлМФ. Браво. Браво. Хороший пистолетный раунд от Плеерс. И хорошее исполнение со стрельбой. 9-7. А и вновь, и вновь нужно очень сильно стараться Астралис. Они практически догнали по счету команду Плеерс в первой половине. Но сейчас, после проигранной пистолетки, на десятый и даже на одиннадцатый раунд могут выйти Плеерс. Ну, важен, важен им был этот старт. Хороший. Потому что, понимаем, силу защиты. Защиты на этой карте. Сила защиты. Ой, слава богу, Аксель тут разменивает. Ситуация могла быть очень опасной. Конфиг, хоть что-то по нафане. Это 3 в 2. 3 в 2 для Астралис. Девайса подобрать не получилось, но есть пистолеты, есть арморы. Аксель и Шивером. Центр карты. Ну, тут... Глейв, Глейв, Глейв. Не попал на это. Плюс инфа. Зипник с другой стороны. Да ладно. Как же не залетает. Толком ничего позитивного от Гзипикса. А, еще игра. Хорошая позиция тут, кстати, у Глейва. Не читаем. Ну, рано или поздно это должно было произойти. Широ последний. Центр карты. Попытка фастом вывалиться на базу А. Там, кстати, калаш. Это форс. Это форс. Это астралис. 9-8. Ну, тут поджим был хороший. Как-то Интерс на прицел Хоббиту вышел. Да-да-да. Там вот как-то немножечко друг другу помешали. То есть они как раз словили тайминг этой возможной агрессии. Вот если бы они были немножко подальше, отыграли от того, что агрессия может быть. Ну, либо если уже идут впритык. Ну, ты ладно. Ты никогда не угадаешь. Это знаешь. 50 на 50. Из такого разряда. Но и вправду были бы немножко они подальше. На ступеньках, скорее всего, законтрили бы агрессию. Попытка ответного форс раунда от команды плеерс активно там начинают. Они растворачивают свои атакующие действия под базой Б. Интерс на краю. Интерс, кстати, вообще не летит. 2-13 статистика. Да. Хотя вчера блистал. И вообще отличался у нас. Игрок. Но сейчас, правда, против датчан на их пике. Не заладилось. Медленный раунд тут плеер с пистолетами и порцией гранат, арморами. Собирается под бэплентом. Немножечко тут постояли, повыживали. Ну, и будем смотреть на раскид и заход. Пошел дым. Молотов. Нычку. Понеслась выход. Зипик. Зипик. Сослеп. Аксель его забирает. Пошли шансики. Правда, Фарли. Как же вовремя он оказался на этом углу. Тройное убийство. Аксель. Размен. Хоббит. Размен. Это 2-2. Аксель. Уф, как же близко это было. Но конфиг законтролил по головам. Девятый для Астралис. И выиграли-выиграли экономическую... Нет, не гоночку. Такое. Заездик. Полкруга. Все-таки не было еще форса в ответ от плеерс. Форс-то был. Только победить в этом форсе не получилось. О, к чему оно все пришло. Размен. Даже ситуация 2-2 на какую-то секунду. Но за счет ХЛП Астралис выдерживает напряжение под базой БМ. Теперь раунд с глоками. Ну и вот, наконец-то, шанс выйти вперед по счету для Астралис. Он фиг. Ну, тут на пистолете. То есть рано еще говорить, да, что мстится за первую половину, где Хоббит также позволял себе таким образом энтри по нему получать. Пока что пистолеты голые. Плеерс. Акси последний. Забирают его, как мы видим, без размена. Все 5 человек выживают у команды Астралис. Смотрим, будет ли какой-то тайм-аут для плеерс. Пока что эмоции датской команды. Секундная радость. Но понимают Астралис, что еще тут потеть и потеть до победы на своей карте. Интерц переживает. Видит, видит, что нужны, нужны фраги. Нужно помогать команде. Как никогда. Как никогда. Хоббит на центре. Дает смачок. Флешечка. Ну все, услышал, притыки конфига, это контакта. Ловит Глэйв на гранате, ничего себе. Капитан, такая вот неприятность. Это занятый аплэнд. Что врывается конфиг. Конфиг, кодек, верните. Нет, не перестрелял. Ну вот, не зря интерза показывали. Просто вышел дал энтрит. Чик 3.15, а раунд-то взят. Так вот на ганраунде решили такой темп задать. Просто... Это фаст, да, по сути? Да, фаст, да. Прямо контакт, судя по тому, как Глэйв словил тайминг. Причем все, все выживают. Команды плеерс. Это очень-очень хорошо для них. Блэйм пытается тоже засейвить. К нему в гости никто не движется. По финансам будет еще один бай для команды Астралис. Пока еще ничего катастрофического не произошло. Но вот следующий раунд может стоить крайне-крайне дорого. Так или иначе, мы подбираемся. Подбираемся к отсечке в 30 раундов. К моменту, когда уже на маппоинты могут выйти плеерс. И Астралис пока что упускает возможность все-таки перевернуть карту. И инициатива все-таки в руках вот у этих парней. Смотрим еще раз за фрагами при выходе на А. Ну, плюс-минус. Каждый там по фрагу дал. И Интерс, как верно, отмечено было. Ну вот. Ну вот. Можно сидеть, как бы сидеть, а потом оп. И полезным быть. Поли-бодренький такой дефолт. А там боком. Девятки уже Хоббит. А дым, дым. Или кто бок? Конфиг выводит спиной, но не спиной. Чувствует, когда нужно развернуться. Ну, там инфу плюс БЛМФ давал. Ох, конфиг еще Интерса вырубает. Не задается у парочки Хоббит и Интерс в этом раунде. Но Глейф. Ой, хотел сказать один. Нет, с Фарлигом вместе. Продлевается дым. Это очень плохие новости для атаки. Нужно уходить, контролить спину. Ну, там уже поджим СБ. Ушел, правда, Фарлиг. Если после этого смока все-таки пойдут на А, шансы появятся. Но мы понимаем, что Аксель один с бомбой, конечно, не будет пытаться выходить в плент. Перепрощек спины. В надежде, что кто-то загулял у команды Астралис вот настолько далеко. Тайминг 55 секунд. Но это не так. Тут вообще закрытые позиции. Фейк. Вот на фане у него молота флешка ХАЕ. Широ, по идее, доконтроливает центр и уходит к Акселю. Но все это работа на пустой зал. Там и так один человек на А, разве что конфиг вообще на КТ убежит. Ну, не знаю, нужно ли это. Вообще непонятно пока, что. Вот тут Аксель. Но до конца не ясно. Ну, сейв, понятное дело, смотрится как. В атаке сейчас? Да, но при этом Аксель отопикивал. А, ну, по-любому сейв уже, бомба, посмотри где. Такое завершение раунда. Никакие гранат на фане так и не набросил. Решение, видимо, еще там минуту назад было принято на этот сейв в атаке. Угу, 3800 интерес, но будет еще один бай. Окей, 10, 11. Тяжело, тяжело. Парням из плеерс пока что только вот этот вот раш А задался. Дефолт попробовали. Конфиг дал понять, что нетушки. Дальше будем смотреть за попытками. Последние деньги. Вот, я бы назвал один из важнейших раундов во второй половине сейчас будет. Так и есть, так и есть. Возвращаемся на карту. Видим фуллзаку и у атаки, и у защиты. Стартовый молотов, бомба ближе к базе B. Начинает двигаться Хоббит. Ну, тут, наверное, даже особо не рассчитывал. Выйти в мидл с таким количеством гранат у Дефенса. Конфиг поджалан. Очень-очень важно. Сейчас играет Кристиан и Лароэлл. И даже может дальше пойти, но это же Конфиг. Да может, может себе позволить, молодой человек, но посмотрим. Медленный, тут уже более медленный дефолт. Тут плеерс никуда, никто, нигде на рожон не лезет, не подставляется. Конфиг хорошая позиция. Перезанятие центра, дым окно, флэш. Что ж, тут каких-то реакций тут. А, ну, боятся, наверное, боятся, что с девятки могут пикать. Просто, короче, откинули гранаты на перезанятие. Решили просто под Аплэнд пойти. Аксель подставился, подставился. Все-таки Конфиг и прекрасно его Берега вырубает. 50 секунд. Глейв готовит дым на выход. Уже, кстати, его пробросил. Ну, пока что других вариантов, кроме как выхода через штаны на Аплэнд не прослеживается. У плеерс нет контроля центра. На Барампе тоже пусто. Двойка бублик. Блейм уже, мы видим, в Харам заходит. Должны такое принимать, по идее. Астралис? Ну, плюс-минус есть. Ну, грант не сильно много. Просто, ну, Фарлик забирает. Здесь на фане открывается. Блейм Айв также фраг от него. 20 секунд до конца. Гранаты не нужны. Глейв забирает Хоббита. Широ Интерс 2 в 4. Падает в итоге Интерс Широ 1. 15 секунд. Можно уйти на сейф Авика потенциально. 10 секунд. Нужно бы. Широ вспалился. Его сейчас после времени еще могут забрать. Нет, просто так выбирают. Нет денег. Нет денег. 12-10. Очень. Очень. Хорошая апсетница, при которой Астралис вы возьмут свой пик. Вот конец все-таки карты. Начинает действовать первым номером Астралис. Супер медленный выход на А. Ну, там, в принципе, уже даже и просчитали. То есть, там два человека было на бублике. Блейм в храме. То есть, тройкой на А стояли Астралис. Даже без каких-то супергранат все получилось. Может, как-то на центре поактивнее повоевать плеер. Зато у них одно и то же постоянно. Ну, тоже. За счет чего ты? Побежишь просто запуск. Там конфиг, ну, отреагирует. Тебя развалит. Можно, конечно. Можно, конечно. Но пока видишь. Попытка пройти Фарлига прямо сейчас. Побыстрее тайминг. Фарлиг мажет. Уходит или нет? Ой-ой-ой-ой. Как же близко. Нет. Подставляется Фарлиг. Это Энтри на Аплантея. Закрыт уже Бублик с мочком. Это возможность. И Абик в руках Широ. Так. Ставится бомба на Фаня. Перестреливает Зипникса. Попытка быстрого размена от Клейва. Где же фраги? Фрагов нет. Ситуация 2-5. Нужно сейвить. Нужно сейвить этот раунд. Обязаны. Просто обязаны. И снова подаут. Это вот резко. Ну, Фарлиг. Фарлиг там и Энтри не получил. И подставил. Энтри-то ладно. Но он не ушел. Да. Он не ушел. Вот это вот самое-самое. То есть изначально позиция, возможно, была не самая лучшая. Учитывая, кстати, какую-то экономическую составляющую. Нужно было это как-то понимать. Потому что фраг. Ну что, дал бы он фраг. Ну окей. Размен. И забрали бы тоже АВИК. И шансы все равно хорошие были бы у плеерс растащить. Позиция не самая лучшая. Не против этого тайминга. Команды плеерс. Все-таки интрига сохраняется. Уже могло сложиться впечатление, что у Астралис все прям супер хорошо. Но не тут-то было. Напряжение. Напряжение нарастает, друзья. Лан. Лан у нас с вами на экранах. Все находятся в одном помещении. Румыния. Бухарест, друзья. Европейский РМР. Последний РМР в этом сезоне. Перед этим мажором у нас с вами на экранах. Остальные регионы уже определили лучшие команды. Европа наполовину уже определила. Конфиг СВП. Сюрпрайз. Забирает на фаню. В целом, да, стоит отметить, что появляется вторая снайперская винтовка в руках конфига, в пончике, ну и в целом в зоне Аплента. Это, мы знаем, очень опасно. Этот товарищ такого же уровня, как РС, я бы так сказал. Думаю, на этом Эншке может исполнять. Нужно быть аккуратным. Тайминг пропускает в окно. Это Мавик теперь очень любопытно. Наверное, не полезет уже все-таки. Но 5 в 4, лишний риск тут не нужен. Окно, смотри, окно пропустили, вообще информации нет. Это фраг будет для Хоббита, конечно, 4 в 4. Там близко Фарлик, близко Фарлик, попытка быстрого размена, конфиг падает, Фарлик, важнейшая, важнейшая ситуация и снова Хоббит и Фарлик, он уже один в один выиграл такую ситуацию. Да ладно, просто солярочку залил. Просто Абальчик разваливает, потеет за тиммейта, за тиммейтов жестко. Я думал, он пропрыгнул, там как-то слышно было его. Нет, она никому. Ну, с Бублика это не слышно точно. А, ну все тогда. Особенно там, где конфиг у нас погиб. И он прыгал как раз для того, чтобы, там, понял, его не было в каких-то ситуациях, возможно, видно. Минус экономика, очень не вовремя. О, для Астралис. Ну, жестко, жестко потеют команды. Близкий матч. Наконец-то вот уже коллективы тир-один уровня у нас. Да-да-да. Друг против друга играют. И тут прям в каждом раунде. Жесть. Не так-то все однозначно смотрится. Ну, уже, знаешь, я как-то привык на фоне уже просмотренных столько энштаб, думаешь, а, ну вот после этого раунда уже, наверное, все. Да нет. Отнюдь, отнюдь. И все. Моменты с Хоббитом. Трипл килл оформил в раунде. Великолепная позиционная игра. Стрельба. Все на высочайшем уровне. Вот он у нас на экранах. Ну что, 12-12 с одним девайсом для Астралис. Экономика прямо очень плохая. 1800 конфиг, 1900 зипникс. В следующем раунде, на самом деле, ну такой будет бай. Да-да. Тут уже Астралис попадает в очень неприятную ловушку. Тем временем, дефолт, ну выход на центр карты от плеерс, на довольно-таки ранних таймингах. 3D. Ну, сработала на минус 61 хп. По Интерзу выживает, информацию дает. Дым, молотов, окно. Но потихонечку контроль карты. И больше, и больше. Остается игрокам плеерс. Так, молотов. Ну, тут должны глава законтролить. Да. Победа отпускает. Ну, отпускает капитана, не критично. Ой, хороший момент был для Блэймэфа. Оформить энтери, на самом-то деле. Нож расправляется, хоть и красным остается. Хоббит последний в этой локации. Четыре игрока под бэплентом. Будет удаст, судя по всему, доигровка. Да, там бомба уже. Такой, знаешь, раунд неизбежности. Плюс девайс. Ну, такой, такой. На фраг, на сейв. Там кто-то где-то что-то. Ну, неужели пойдут? Ну, без арморов. Ну, ну что? Ну, сейви, сейви девайсики. Ребята, ну денег же не будет. Так, Интерз. Ну, не должен, не должен пропускать. Хороший прифайр по конфигу. Размен. По итогу последний к зипекс. И что, Аксель? Зипексу забирает. Там красный Широ. Ну, чемпионский, чемпионский раунд. Хотят продемонстрировать Астралис. Дефьюз кит и есть. И вот он, министр. Клачи. Возможно, в прошлом. Но все еще хорош. Оп. Ждет рампул. Клачеров бывших не бывает. Дает фейк. Зипекс замечает игрока. Там Широ Сайка контроля должен забирать. Зипекс. А так и происходит. Тринадцатый для Гамбит. Не без проблем, но ран в копилку. Все хорошо. Там Широ активно. Интерзу говорит, мол, типа, да забей ты, давай пятюню. Пощекочи ладошку. Да. Это было бы, кстати, забавно. Пощекотать ладошку. Было бы забавно. Ну, на камере бы забавно смотрелось. Мило. Мило. Однозначно. Отдали два девайса. Теперь будет такой бай. Мы видим два фамаса. Сейчас бы два девайсика. Ой, Калашемка вместо этих бы фамасов подогрели. Интерес. Третий таймаус. Равнение Широ и Фарлига. Как основных снайперов своих команд. 5-1 по дуэлям. По мультикилам. Но тут везде, везде. Широ, кроме утильти дэмэджа, лучше. Но там не то, чтобы космические показатели. И Фарлик вроде бы еще в 16-17, но там пару дэлей Хоббиту проиграл туда-сюда. Вот важные-важные моменты не реализует. И правда, Фарлик в многих эпизодах как снайпер мог бы отыграть и более эффективно. Но как случилось, так случилось. Ну что ж, закуп. Закуп от Астралис. Важнейший раунд в концовке карты Ancient. Четвером. Под бэплентом собираются игроки. Плейерс. Хороший, хороший был врыв, но фрага все-таки найти не удалось. На фане 30-ка, Интер 42. Ну, Зибник с другой стороны просто ушел. Ничего не потерял. Блейм. Блейм. Да ладно, до свидания. Блейм. Ну что? Ну не ожидал никак. Никак не ожидал. Здесь Хоббита с центра карты. Так, а Митл же не контролится. Чего он не ожидал? Ну, не ожидал, что промутится, наверное, через центр на девятку соло. Ну, пару раундов назад Хоббит в центр промутился на КТ. Ну, не летело, типа, таких гранат. И тут это понятно, почему так случилось. Хоббит и урабатывает еще экзипексы. Но Хоббит вообще столько, столько важных фрагов. Столько работы вообще на этом Эншенте. Для своей команды. Заход на бэплент. Аксель. Хедшотом. И спреем. Вырубай двоих игроков. Еще сверху. Конфиг последний. Ой, минус деньги. Плюс раунд для плеерс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рассыпается пик Астралис на ровном месте. Спасибо Абаю. Очень сильно. Очень сильно играет. Причем, если Спинкс на прошлом Эншенте именно прям доминировал, то здесь такой более интеллектуальный КС. Типа там промутился в КС. Согласен, согласен, согласен. Тут эстетическое удовольствие. А там, ну, ты просто смотришь, как головы слетают. Просто человек бегает. Или запустите меня под бублик. Сейчас я там работаю. Туда. Ну, такой план. Сильно, очень сильно. Все-таки атака более чем присутствует. Плеерс на Эншенте. Что, форсят, наверное, Астралис? Или все-таки сэкономить и попытаться, вывести карту на допы. Выиграв три подряд, пока что экономика не тратится. Мы видим, Фомас засейвил конфиг. Да. Попытка выйти на допы. Точечный расклад тут на фане. Гранатки. За счет них попытаются Астралис это еще удивить. Агрессия. Агрессия. В притыке пытались какие-то найти возможные фраги. Подловить хоббита. Но он не стал подставляться. Более аккуратно отыгрывает. Работает уже по комнате. Ой-ой-ой. Конфиг выигрывает. Пайт на центре. Размен под 2D. Как же он переводится на Глэйва. Ну нет. Когда так стреляют. Тут уже тренируй, не тренируй. Пикай, не пикай. Эншент. Тяжело таких догнать. Проще говоря. 4 в 3. Большинство для плеерс. На пистолетах под базой B фокусируется у нас звено защиты. Бомба ближе к базе. А ну скорее так на респе остается для плеерс. Тут, конечно, сильно-сильно играет. Состав плеерс. 20 фрагов широм. 24 хобби. 27 аксель. Очень сильно троица отыгрывает. Так званый кор игроков. Ну что. Доигровка на А. Четко все по гранатам. Отзонили. Услышал. Да, дал инфу. Попал. Только я хотел сказать. Может, Калашик. Да подсейвить на следующий раунд. Да куда? Ну деньги будут там. Лос-бонус уже. Калашик скрафтить получится? Калашик нет. Это другие игры. Надо там крафт идти и прочее. Тут правила немножечко другие. Что там в руках? Маркер? Да. Ну даже такой, знаешь, который выделяет. Желтый такой широкий. Типа рабочие и нерабочие стратки выделяет. Широкое на широкую. Да, именно так и называется этот маркер. Штагруф ставит паузу. Сейчас шутку расскажу. Видите, маркер у меня. Чисто разрядить. Да, и 19-15 застрали. Два ВП в защите. Один раз неплохо себя проявил конфиг, но сейчас мы видим вторая снайперская винтовка в руках Клейва. Так-так-так, ну что, пять подряд. Флэш, логотип горит. Еще один раунд отделяет от победы на вражеской карте команду Плэш. Дальше будет ТАС-2. Широк под смачок отпикивает. Ну, флэш лобби. Тут выстрел. Репик. Не находит пока что никого Дмитрий Соколов. Дефолт от Плэйерс. Горит, горит уже их эмблемка. Но тут поважнее кое-что может подгореть. У фанатов Астралис от того, что свой пик команда отдаст. Неплохой, неплохой прострел. Нафаня 51% здоровья. Блейм. Блейм на контакте. Справа слева его не пикнут. Увидели в прыжке. Молотов. Блейм просто-просто разворачивается. Эта война ему не нужна. Хоббит сейчас нам может выйти. Знаем мы, знаем, на что он способен. Хаешка, правда, под ноги залетела. Нафаня упал в итоге. Да, энтри получили. Отзонили еще с маком кейв. Вынуждены будут сейчас замедлиться еще больше игроки атаки. Глейм. По идее, не должен отваливаться. Только если там промажет. Не будут дождать справа Абая. Еще один дым. Супер фейк какой-то. Раскинут Бей резко через террис паун на Апо бегут плеерс. Хоббит-то там четырьмя гранатами не просто так стоит. Хороший фраг. Сильно, сильно. А не дергается боец. Это Глейм вот уходит. Тайминг, тайминг. И тут фраг. И на А вышел. И туда, и сюда. Астралис, что делать? Куда халповать? Бомба на А бежит. Да ладно. Бомба на А. 15 секунд. Нечется с ножом Широ. Интерс кошмарит. Базу бы отсюда не уйдут. Астралис, конфиг, размин. Но бомба-то на А. Ну и все. Время есть. Установочка. 2 в 2. Позиции занять. Времени есть полно. Но это смотрится как карта. За плеер. Тут еще и услышал, да? Широ должен был услышать. Уже в донате конфига. Наверняка. Глейв на авике. Очень непростой ретейк. Не сигнатурный девайс. Глейв. А там не видно? Там не видно хоббита. Нет, там очень строгая позиция Табая. Просто на опыте. Чекает. Нет, тоже на опыте. Глейв. 1 в 2. Широ. Широ. Хоть кого-то убить. Направо. Налево. Не разобрался, кому хочет пикать. То ли правого, то ли левого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, НТшечка, НТшечка. Смотрелась, как уже карта. За плеерс. Ну, видишь, какой Глейв. В такой-то ситуации. Прочекал. Прочекал вообще жестко. Очень и очень сильно. Так, ну, по деньгам там все окей. Тоже будут плеерс. Мы еще будем смотреть за ганраундами в их исполнении. Но вот сейчас, если отдать... А, нет, все, еще будут. Будут, да. Два ганраунда в любом случае нужны Астралисом, чтобы увидеть дополнительные раунды. Драка в центре. Конфиг не понимает, что здесь Хоббит, но на реакции, как он в него врезался. Ой-ой-ой, очень важный файт на центре. Выход в дым на Фаня. Переигрывает. Да, его еще с блэмф не зачекать никак. На гранате ловит его на Фаня. Следующий. Сюда же. Выходим во второй смок. На Фаня! Следующий. Выходим в третий смок. Ну нет, не пойдет дальше. Там на А хочется уйти Акселю. Хочется уйти. Ну, Широ перекрывает. Сейчас вообще полностью проходы в плэн. Забирает Глейва. Это три в два. Дернули, дернули Конфига. Конфиг чекал. Центр карты мог увидеть эту перетяжку, но после фрага от Широ. Что, все-таки ГГшечка на первой? Или же Конфиг спасет? Натопал. Капитанский раунд. А тут два сразу. И тут не готов. Три в одного. Фарлик. Заметил? Заметил? Да, заметил. На Фаня Молотов откидывает. Ну все. Тут уже, я думаю, без эксцессов. Справедливость должна восторжествовать. Плеерс более чем наиграли на победу. На пике своих оппонентов. Очень крутая атака. Эмоции. Хорош. Скажете что-нибудь? Вот. Мне понравилось. Мне тоже, в принципе. Нет, мне правда понравилась атака от Плеерс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова